Ученики гимназии номер один провели голосование, на котором решили, какой из пяти проектов достоин реализации. Среди вариантов – переоборудование лыжной базы гимназии, кабинета ПДД, химической лаборатории, хорового класса и библиотеки. Последний из них набрал наибольшее количество голосов. Гимназисты давно уже поняли, что наша библиотека устаревшая, что нужно что-то менять. Здесь не очень удобно получать учебники, получать новые знания. Поэтому многие гимназисты решили, что нужно что-то делать. И так что появился проект «Территория просвещения. Многокостональный центр библиотека». По словам библиотекарей Лисанак-Бервы, дети нередко заглядывают к ней не только за учебниками, но и за художественной литературой. Однако места в читальном зале не так много, в том числе и для проведения творческих встреч. Библиотека наша уже существует с далеких времен, с основания гимназии. В библиотеке очень много литературы. В библиотеку мы видим в будущем немножко другой. Здесь современная, информационная, мобильная. Будут через полгода, может быть, надеемся. Если выиграем этот проект, будем надеяться на обновленную нашу библиотеку. Нефтеканские школы подали 8 заявок на республиканский отбор программы школьного инициативного бюджетирования. В каждом учебном заведении созданы группы, которые разрабатывают проект по улучшению условий обучения. Создают они его на основании проведенных среди учеников опросов. Далее формируется заявка, которую рассматривают сначала на городском, а потом на республиканском уровнях. По итогам заседания уполномоченной комиссии из бюджета будет выделена фиксированная сумма на реализацию идеи. Всего предполагается, что на один проект будет выделено 500 тысяч рублей. Эта сумма выделяется в форме гранта на основании участия в конкурсном отборе. И нам этот проект необходимо будет реализовать до весны 2022 года. Сумма в 500 тысяч выделяется из бюджета республики Башкорстан. Но есть обязательные условия софинансирования. То есть местный бюджет должен будет также финансировать этот проект в сумме не менее 10% от заявленной суммы проекта. Грантовая поддержка – отличный способ улучшить инфраструктуру учебных заведений без материальных вложений родителей. Они участниками софинансирования не становятся. Проект предусматривает поддержку спонсоров, хотя это условие необязательное. Но финансовая помощь меценатов поможет реализовать более масштабные проекты. Карина Анисимова, Азад Давлетшин, информационная программа «Время новостей». Карина Анисимова, Азад Давлетшин, информационная программа «Время новостей», «Время новостей». Азад Давлетшин, информационной программа «Время новостей».